Всех приветствую! У нас сегодня раскладик. Тема расклада, почему вы не в состоянии заработать больше денег. Причины их отсутствия, если вы в принципе не работаете и дохода нет. И что поможет. В работе у нас сегодня оракул света. Вот такая вот колода. Три варианта можете выбрать. Такой цветочек золотой. Какая-то фишечка второй вариант. И третий вариант мандала цветок. Для тех любителей, которые критикуют в основном мужчины, что сильно женственные всякие позиции. Вы поймите, что у меня куча всего. Но работает именно то, что хочет работать. Вызывается именно то, что хочет вызваться. Если вам что-то не нравится, вы приходите на позиции или на энергии. Мои дорогие и хорошие люди. Так, выбрали позицию? Кто на вторую или на третью претендует? В описании, либо в закрепленном комментарии. Там коды, переходите по ним. А я погнала. Так, золотой цветочек. Почему вы не в состоянии заработать больше денег? Смотрим. Почему не в состоянии? Что поможет? Я сразу выложу, чтобы энергии проработали здесь. Так, пока причины их отсутствия не буду выкладывать. Вдруг у вас есть доходы. Во-первых, потому что вы ушли из либо какой-то работы, либо каких-то сфер, там, где можно было получать эти деньги. То ли в духовный рост пошли, то ли услышать свое сердце, чем вы хотите заниматься. Чиститься пошли, да? Так, а деньги у вас-то есть? Сейчас приходят. Нет, вы настроены на новое. Хорошо, тогда я выложу еще три картишки. Причины их отсутствия, да? Денег. Хорошо, дальше смотрим. Так, почему же вы не в состоянии заработать больше денег? Ну, во-первых, вы еще не всецело услышали того, чего вы хотите, как бы. Чем вы хотите заниматься. Ну, вы делаете все правильно. Правильно сделали, что ушли. Либо хотите уйти. Здесь большой процент людей ушли с работ, либо с тех мест, где были источники дохода. Либо отказались от каких-то способов заработка. Но многие только думают. Думают о том, чтобы уйти. При цведа нужно уходить вам. Это вам поможет выйти на новые берега, да? На новые возможности. Вот у вас либо пихали, либо вы прям чувствовали, что пора, пора чего-то делать, как-то меняться, как-то что-то по-другому. У вас прям тащило в это что-то новое. Внутренняя где-то агрессия, где-то состояние. Больше так я не могу, а где-то я не выдержу больше. Вот такие вот состояния. Но вы, по большому счёту, ещё не дошли до того уровня, чтобы слышать или, по крайней мере, пойти в свои новые дали, да? А кто-то даже пересидел. То есть на каких-то этапах вам нужно было уже двигаться. Ну, как-то вот так. Вы ещё сомневаетесь, что вы уже в этом центре, но вы уже в этом центре. Но здесь маленький процент людей, которые пересидели. Кто-то ещё не досидел просто до состояния, чистоты и слышания себя. Так, короче, причины отсутствия денег. Смотрим. Вы упускаете возможности сразу. Сразу показывают. Вы упускаете возможности. Вы не видите, что в этом, в чём-то, да, кому-то могут приходить предложения. У кого-то могут вспыхивать какие-то идеи, а потом они тухнут. Вот вы не видите в этих каких-то идеях либо предложениях возможности для заработка денег. вы ещё и в себя не верите. Вот здесь, кто не досидел, вам ещё осталось поверить в себя. Почистились молодцы, супер, где-то начали слышать сердцем, чего вы хотите, чем вы хотели заниматься, но вы не верите в себя, не верите, что у вас хоть что-то получится. Это плохо. Начинайте верить. Ну, здесь не хочется советовать, как именно вам начать верить. Вы сами знаете. У вас есть какие-то практики, какие-то моменты, условности. Вы знаете, как это сделать. Но вы просто выпускаете сами возможности. Так, здесь понятно всё, что поможет. Так, во-первых, вам пора встать с колен, но это с позиции начать верить в себя и идти на вере в будущее, пробовать что-то. Во-вторых, из тьмы своих каких-то зацикленностей, деструктивных установок либо мышления деструктивного, то у меня не получится, то у меня нету того, то у меня нету всего, ещё чего-то. Увидеть такую вот яркую мыслю, которая говорит, у тебя всё получится. И её уже подпитывать, в неё подбрасывать дровишки, чтобы тьма расходилась. Потому что внутри вас очень много деструктивных установок по поводу, получится ли у вас или стоит ли начинать, или а будут ли с этого деньги. Ну, короче, вы поняли. Плюс. Ещё поможет тот факт, что вы можете попросить у высших сил поддержки, но момент в том, что они не будут физически вас поддерживать. Они как будто вас окутают к оконам защиты. Больше про... Вот это они говорят. Чтобы какого-то большего негатива в вас не входило. То есть вот этот луч надежды вы сами генерируете. А высшие силы вас могут только защитить от тьмы. Но силу воли, движение вперёд вы должны сгенерировать сами. Вы должны начать действовать сами. Никто за вас, даже вашими руками, этого делать не будет. У вас такой проходной пункт сейчас. Вы либо начнёте, либо не начнёте. Начнёте? Начнёте. В принципе, начнёте. Вам нужна была просто поддержка и подсказка, на каких вы уровнях. Те, кто пересидел, вам уже давно надо было действовать. Очень давно. Принять решение волевое и просто пойти. У вас нету каких-то деструктивных мыслей, что у вас не получится. Вы знаете, что получится. Но вам уже так комфортно ничего не делать, по большому счёту. Вы уже свыклись с мыслью, что дохода не будет и всякое такое. Вы находите возможности, как выживать, по сути. Но двигаться вперёд, ну что ли, ну в западло, что ли, да? Вам пора. Просто пора. Так, с вами всё. Кому нужна личная консультация, обращайтесь. В шапке профиля есть ссылочка для записи на консультацию. А пока, пока-пока. Так. Вторая позиция. Приветствую вас, кто выбрал эту фишечку, штучку какую-то. Сейчас посмотрим, почему вы не в состоянии заработать больше денег, если вы вообще работаете. А может, вы не работаете. Вот первый вариант вообще не работает. Подсказка, кто неправильно выбрал вариант. Вот в первом варианте люди не работают. Так. Почему вы не в состоянии зарабатывать больше денег? Так. Три картишки. Что поможет? Ну и потом посмотрим, нужно ли ложить картишки и причины их отсутствия денег. Тик. Так. Ну, деньги у вас есть. Причины отсутствия не нужно смотреть. Деньги у вас есть, доходы есть, всё нормально. Но у вас есть ощущение, что вы не можете больше заработать. Хотя хотите. Хотя канал у вас денежный открыт. Здесь видно. С денежным каналом всё хорошо. Прямо сочится энергия прям сильно так. А что это такое? Что за безденье такое? Дело в том, что глубоко внутри нету этого идёт слова дурацкого убеждения. Бред какой-то по большому счёту. Вот реально какой-то бред. У вас здесь всё нормально. Двери открыты, поток идёт, информация идёт, силы есть, работа есть, всё нормально. И вы даёте много, и вам дают много, и финансов дают, и знакомства какие-то есть, и круговорот вот этого всего есть. Что это за кака? Что это такое? А, вы просили больше денег, а вам не дали. И у вас начались формироваться какие-то убеждения, что вы не можете больше заработать. Так вам не время. Отпустите вот эти все деструктивные убеждения, вам просто не время. То, что вы попросили, это будет вашим. Но в своё время. Сейчас не время. Не нужны вам вот эти деструктивные установки. Всё окей. Смотрите, когда мы о чём-то просим, мы не должны это ждать завтра или через неделю. должны сформироваться вот эти вот связи, энергетические связи, чтобы заработали какие-то связные механизмы. То есть мы у высших сил попросили, да, боженька там или ангел-хранитель или высшее я, дай мне, пожалуйста, вот то-то, то-то, то-то. Во-первых, нужно чётко понимать, вы этого достойны, вы энергообмен даёте адекватный, то есть вы попросили миллион, а сами зарабатывали 10 тысяч, да, а вы вырабатываете на миллион или вы там лежите на диване и просто хотите миллион. Понимаете ситуативный ряд? Во-первых, у кого, ну, раз это такой пример пришёл, то кому-то нужно об этом подумать. Во-вторых, когда мы вырабатываем, вырабатываем и мы знаем, что мы этого достойны и мы можем работать больше на этот миллион, да, то, прося у высших сил ну там, больше денег, нам нужно, во-первых, дать время, во-вторых, забыть об этой просьбе. Это очень важно, чтобы мы своими мыслями, ну, когда же, ну, когда же, сколько можно ждать, а я вообще достоин, а почему не получается, а может, я не так попросил, а может, я не тем занимаюсь, а может, мне здесь этот доход и тому подобное. Вот это вот, каждая мысля, это очередная преграда на пути к тому, чтобы этот миллион пришёл к вам. И, если вы вот так постоянно ковыряете внутри своей головы вот эти вот деструктивные мысли, вы сами себе делаете, ну, как бы, такие вот негативные моменты. И, важно, чтобы вы не ждали, чтобы вы забыли о просьбе и просто работали дальше. Вы как будто вот попросили, но не дождались. Вы как будто попросили, но сами себе помешали. Понимаете? Так, тут что-то ещё есть. Вообще, это ваши деньги, всё нормально, они придут, они ваши, в любом случае, хоть будете год им мешать приходить, они через год придут. Ну, перестанете их ждать, они придут. Перестанете им мешать приходить, они придут. между прочим, вот этими деструктивными мыслями и ожиданиями вы сами себе урезаете приход новых денег. Вы можете до такого состояния себя довести, что уже даже бизнес надо будет продавать, или то, чем вы занимаетесь, или увольняться, или случится так, что сокращение и тому подобное. Вы сами себя гнобите в этой ситуативной штуке. Так, что поможет? Чистим голову, верим в прекрасное новое чудо и позволяем всему случиться так, как оно должно быть. Вот, здесь про желание. Вы загадали желание, вы его отпустили на планету Землю, во Вселенную, в космос и тому подобное. Всё, желание улетело. Оно летит вокруг планеты Земля и складываются ситуации так, чтобы это у вас случилось. То есть, вы не один человек, которому просто должны прилететь эти миллионы. Должны сложиться так к ситуации, чтобы этот человек захотел у вас что-то купить, если вы продажник. Чтобы потом, когда он купил, чтобы он рассказал, что вот, мне так понравилось, и он рассказал кучу людей, и все они захотели заказать. И вот, случился миллион. Это всё должно проиграться, чтобы произошло это всё. Нужно время, правда, нужно время. Не мешайте этой штуке, чтобы больше заработать, просто не мешайте. И доверяйте новым идеям. Здесь какие-то новые мысли к вам идут, но сначала почистите голову. Они вам очень мешают. У вас прекрасная карма денежная, всё прекрасно. Сами себе мешайте. Прекращайте. Кто не знает, как чистить голову, как вот это всё исправить, так сказать, приходите на личную консультацию, помогу. Но, кто знает, делайте всё, что вы можете. Кто умеет чистить голову какими-то энергетическими практиками, либо, может, вы общаетесь с природой, либо в сауну выходите и концентрируетесь на том, что вы не тело очищаете, а внутреннее состояние, головные процессы. Делайте это. Кто знает, делайте. Кто не знает, welcome. Так, что-то ещё здесь надо или не надо? Не, но высшие силы просят, чтобы вы дали им возможность работать и не мешали, потому что они сражаются с вашими преградами в виде деструктивных мыслей и не могут донести вам ваш же подарок. Ну, так. Вы сами упускаете возможность, чтобы этот подарок пришёл. чистите. Так, вторая позиция с вами всё. Третья позиция, приветствую вас. Почему вы не в состоянии заработать больше денег? Сейчас посмотрим. Ай, ну ладно, пришёл, так пришёл. Окей. Ещё две картишки. Так, что поможет? И вот вам я прям хочу положить причины их отсутствия, хотя ощущение, что вы работаете, но причины отсутствия денег тоже я положу. Вот во второй позиции не нужно было ложить, а в первой нужно было, вам тоже нужно по-моему. Тут как-то перепутанные карты, ну ладно. Так, смотрим. Почему вы не в состоянии заработать больше денег? Так, во-первых, денежный поток у вас есть, всё нормально. Вы даёте то, что нужно, но как будто даёте мало. Денежного потока у вас даже больше, чем вы даёте. Ещё, у вас какое-то иллюзорное такое состояние, что то, что вам дают, вы достойны больше. На самом деле вам нужно давать больше. Вы не так много даёте. Плюс, вы как-то сильно загрустили, что у вас мало денег. а высшие силы просят вас доверять плану. Вот то, что надо, всё происходит. Вас не оставят в беде, вам дадут то, что нужно. Вы будете жить, вы выживите, как говорится, да, на пропитание дают, какие-то ваши желания вам исполняют в той мере, в которой вы находитесь в этих энергиях. как достойны, но по большому счёту достойны-то все. Но если вы в каких-то сильно деструктивных программах, то достойны вы на вот столько. Если деструктивных программ нету, то вот на огромный подарок достойный. Вы его хотите, вы его получите. Но если деструктивные программки мешают, а они у вас здесь есть, реально мешают, то вам дадут, вы там, например, просили, я хочу 3 литра воды каждый день, ну, чтобы мне там по дверью стояло 3 литра воды. Ну, это очень такой образный пример. А вам приносят только стаканчик. Вот представьте, из 3 литров вы достойны только стаканчика. Потому что у вас много всякой, ну, там, ереси в голове, как говорится. Так, что здесь ещё? Здесь прям такая интересная щитка. Так, ещё. Вы даёте, опять же, очень мало, хотя считаете, что даёте много. И считаете, что вам в отдачу должно приходить намного-много больше. Здесь идёт энергия, что у вас есть те знания, таланты, умения, которые вы не распространяете в полной мере. Вы даёте мало, и вам высшие силы тем, что урезали какой-то паюк денежного аспекта, вам намекают, что вы должны давать больше, дайте, дайте больше, вы же больше кайфанёте от того, что вы будете давать. вот смотрите, откройте себя, и вот пусть это всё вылетает. При этом эти птицы вылетают и залетают, вылетают и залетают. Такое впечатление, будто чем больше вы даёте, чем больше вы кайфуете от того, что вы даёте, что вы делаете, чем вы делитесь, что вы творите, тем больше вы кайфуете от процесса и на этот кайф приходят деньги. Ну и плюс доверьтесь высшим силам, они знают, что они делают. У вас не просто так денежку забрали. У вас есть какой-то источник дохода, у вас есть какое-то дело, то, чем вы занимаетесь, но не просто так у вас денежку-то забрали. Так, сейчас ещё одна карта и дальше переходим. Плюс, да, чистите деструктивные установки, они выходят у вас по чуть-чуть, но как только вы замечаете, чистите, чиститесь, чиститесь, всё будет нормально. Так, ещё одну картишку хочу. Хорошо. Плюс, смотрите, вам суждено с денежным потоком быть просто вот на ты и на я, я бы так сказала. То есть, вам надо купить квартиру, деньги пришли, вам надо купить цветы, а в кармане цветов нету, ой, а в кармане денег нету, вам эти цветы просто в руки вложат и скажут, типа, от чистого сердца. У меня такое было, вот представьте, у меня просто такое было. Я как-то шла домой и хотела по пути домой купить цветы, ну там, бабушки сидели по дороге всегда. Была немножечко непогода, да, я иду и понимаю, что бабушек нету, им, наверное, не очень приятно было в непогоду сидеть. Мне так хотелось цветов себе, и тут в дереве просто вот встромлен букет роз. И я такая, боже мой, вселенная, благодарю. Я с такой благодарностью взяла эти цветы, никого вокруг не было. Ну, может, девушка на свидание к парню не пришла, да, я забрала эти цветы. У меня эти цветы простояли две недели. вот, понимаете, высшие силы будут давать то, что вы хотите. Даже если у вас нету на это финансов, либо каких-то инструментов получить, оно просто будет у вас. У вас это, ну, в карме, в роду, что ли, вам это по предназначению. Но почистить надо вот эти все какие-то моменты. Вот, я даю вот столько, значит, мне должны дать вот столько, да. Давайте в кайфе и получайте в кайфе. Так, причины отсутствия денег. Тут, по-моему, уже все объяснили, ну, ладно. Так, причины отсутствия денег. Во-первых, вам нужно время почиститься. У вас не просто так забрали деньги, потому что в процессе, когда вы получаете деньги, вы что-то делаете. А вам нужно время на чистку. Вам прям очень нужно почиститься, вам нужно обнулиться и нужно выйти в новые энергии. А потом, ну, и плюс они ждут, они такие прям, ну, когда ты уже почистишься, тебе нужны новые связи, тебе нужно новое знакомство. Может, вам нужно почистить круг общения, может, вам от каких-то друзей нужно отказаться, чтобы в итоге освободить место для новых знакомств и дружить с другими людьми, которые дадут вам новые возможности. Ну, вот что-то вот такого плана. Вас там уже прям ждут, эти люди ждут, эти ситуации, либо возможности, они прям ждут у вас. Но вы не в тех энергиях, чтобы вообще подняться на такой уровень, поэтому вам нужно чиститься. Плюс, вам нужно самоутвердиться, что-то в вас есть такое, ну, может, у кого-то в теле, может, у кого-то во внешности, может, кто-то там не покрасил волосы, либо у мужчин там, возможно, нюансы. Может, у кого-то остаточные энергии, процессы, после там, чистки помещения, еще чего-то. То есть, есть что-то ваше личное, о чем вы давно думали, хотели, но не могли это сделать. Ну, в принципе, вы поняли, что к чему и как. Вам просто нужно то, что вы давно хотели, то, о чем вы мечтали. Может, полочки перебрать, может, там, пошить что-то, может, выбросить старые вещи, может, перебрать какое-то хламье в документах, да, выбросить ненужные документы, может, аптечку перебрать и выбросить таблетки, которые уже вам не нужны. Но вот что-то вот такого плана, то, что вы очень долго откладывали, вам нужно это почистить. Вот эти вот аспекты, это тоже мешает вам, чтобы деньги приходили. Так, здесь понятно, теперь, что поможет? Во-первых, род поможет, те люди, те души, которые уже умерли, они вам прям сильно помогают, видите, какие энергии очень похожие. Они, когда вы будете в адекватном, уже после того, как вот это почистите, когда вы будете в адекватном состоянии, в умиротворении, в балансе, тогда они могут вас вознаградить вот этим вот потоком финансов, финансовым потоком именно родовым, то есть у вас открыт ваш поток настолько, насколько вы достойны и насколько вам не мешают деструктивные программы. Но есть еще поток финансов родовой, тот, который вам помогает ваш род, ну вот, награждает, да, за что-то. Плюс еще вам нужно выполнять именно родовые, как бы, кармические моменты. Кому-то чисткой заниматься, кому-то, ну вот, кто-то, может, вам завещал, там бабушки, дедушки, у кого, может, родителей уже нет, кто там чего просил, там, дом продать надо, пришло время продать дом, может, кому-то, ну, в завещании что-то там просили, перечитайте завещание. Но вот, что-то такое нужно закончить, чтобы они вам открыли вот этот поток. Тогда вы его получите. Но опять же, чтобы его получить, нужно, во-первых, себя считать достойным, во-вторых, почистить до такого состояния, чтобы это в вас сместилось. То есть, человек, как сосуд, сейчас я вам скажу, вот видите, кристалл, да, он цельный, внутри он плотненький, там нету пустого места. И когда денежный поток хочет зайти, а там нету пустого места, он обтекает, и вас как будто просто вот по краям только вознаграждают какими-то там крупицами денег, да, денежного потока. А если вы начнёте, ну там, дно освободите от какого-то захламлённого состояния, от деструктивных мыслей, от хлама в помещении, ещё чего-то, то есть, какое-то количество вы места освободите, и когда будет входить денежный поток, он заполнит это место. Понимаете конструкцию, как это происходит? Если в вашей голове очень много деструктива, которые вас убеждают, что вы там недостойны, что вы неценны, что вы не важны, что вам не нужно, что кому-то нужнее, что вы этим обойдётесь или там ещё чего-то, когда у вас нету пустого места для новой энергии, то она, ну, крупицей вас заденет, она вас не напитает, поэтому это нужно освобождать, это надо знать, как освобождать. Кто не знает, приходите на личную консультацию, помогу, объясню, прям в ротик положу, вам нужно будет только сделать. Кто знает, чиститесь, чиститесь так, как знаете, плюс вам подсказали, как именно вы здесь вот чистится, но этого маловато, вот здесь вот ещё деструктивные мысли, которые нужно уметь, ну, и трансформировать, и чистить, потому что, если вы мысли деструктивные убираете, а на это место не ложите позитивные установки, например, вместо деструктивной установки я не достоин, положить, я достоин, достоин огромных финансов, но это правильно нужно делать, то на это пустое место всё равно вернётся вот та деструктивная программа, то есть вы убрали, туда ничего не положили, и она такая, чё, так я вернусь к себе домой, чё я должен быть там выброшенный, если тут же пустое место света не бывает, как говорится, и она вернётся, вот так постоянно, периодически, если чистим, но не ложим ничего позитивного, ну, не подготавливаем место для денежного потока, так сказать, для денежных вложений, для денежных вот этих поступлений, то возвращается вот эта деструктивная программа немножко изменённого аспекта, по-другому она себя будет проявлять, но она вернётся, поэтому делать нужно всё правильно, ну, хотя бы начните с вот этой вот чистки, а потом будете готовы, приходите. Так, на этом всё. Ваш вариант вообще крутой, очень легко читабельный был. Молодцы, в принципе, открыты. В принципе, до новых встреч. Пока-пока. Пока.